библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на близком портале экзегет мы с вами сегодня начинаем изучать книгу иудифи но перед тем как мы будем читать текст этой книги сначала мы должны коснуться вопросов и сагогики то есть введение в эту книгу зачем чтобы лучше понимать ее в этой книге действительно есть много вопросов загадок непонятностей и поэтому разобравшись с названием книги с авторством этой книги с датировкой этой книги но лучше поймем что в ней написано ну начнем начнем к естественно с названием книга иудиф правильнее было конечно перевести книга о иудифе имя иудиф по-еврейски это имя будет звучать как ехудит это женская форма имени иуда иуда означает хвала ну и поэтому можно перевести имя этой героини как достохвально или ту которая достойна хвалы или проще иудейка теперь несколько слов о содержании сама книга представлена как историческое там называются персонажи называется года называются географические места но есть одна проблема в том что эта книга описание этой книги не соответствует тому что нам известно из истории и без географии тоже вот и какие сложности в этой книге например царь новоходоносор назван царем ассирии но на самом деле новоходоносор не был царем ассирии он был царем вавилонии и более того тогда когда он жил ассирия уже была давным-давно завоевана и уничтожена значит там назван такой человек алаферн об этом алафер ничего не известно назван еще одно имя вагой да был такой человек но жил он совершенно в другое время перемешанные вавилонские греческие персидские имена вот само имя иудив и там есть еще один персонаж ахиор переводится брат света да скорее такие символические на чем чем реальные вот все события происходят возле города витилуи такого города нет на карте миру израиля и где он находился очень непонятно более того само слово и витилуи очень похоже на еврейское слово битула который означает дева ну и еще что интересно если это царь новоходоносор то это 6 век 6 век и тогда в израиле был царь здесь он не упоминается есть однако первый священник то есть это скорее время который был уже после плена и таких вопросов очень много что и что это существует три точки зрения на то что собой представляет эта книга значит первое первая точка зрения что это историческое повествование тут так оно и было второе вторая точка зрения это просто поэтическая пояс такая притча никаких реальных событий ну и третье в этой книге есть историческая основа но эта основа была как раз поэтически переработана те кто считают что эта книга представляет собой реальную историю они обычно говорят так что все было нормально но потом были переписчики они переписывали эту книгу перепутали детали перепутали имена и получилось то что получилось однако вначале там все было нормально вот и соответственно царь новоходоносор этот носил другое имя но потом переписали все все было изменено вот другие исследователи считают что это просто поэтическая повесть и она не имеет никакого отношения к реальности и соответственно все имена просто являются символами ну однако наиболее плодотворным все-таки третья точка зрения что в основе этой книги лежит реальная история но она затем была переработана реальные персонажи получили другие имена реальные города были изменены и получилась такая книга загадка тот кто все понимает он читает он сразу переводит имя или географическое название в те названия которые были правильными и тогда ему становится все ясно что в этой книге и есть несколько попыток определить кто же такой новоходоносор который воюет с евреями или точнее он посылает своего начальника лаферна воевать с евреями ну и значит предполагалось несколько восточных царей но чаще всего считается что это был гонитель иудеев которого звали антиох 4 епифон жил он во втором веке во втором веке он и умер и его гонения спровоцировали восстание маковеев ну и соответственно это эти события проходили во времена маковеев это середина вторая половина второго века до рождества христова ну и попытки есть определить кто такой алаферн или кто такая иудеев но вот с алаферном еще что-то получается предполагают что это не конор был это тоже под вопросом а откуда была иудеев совсем неизвестно были знаменитые женщины в те времена но сложно все-таки составить параллель между иудеев и этими женщинами почему в этой книге вот такое смешение здесь нужно вспомнить что книга иудеев она является не канонической то есть она не входит в канон который признают иудеи и признают многие христиане если посмотреть на эту книгу с православной точки зрения то она не богодухновенная да ее писали люди которые были просвещены люди которые не обманывали но книга не богодухновенная поэтому в ней могут быть ошибки ну такие изменения несовпадение с реальностью однако если мы обратимся к истории церкви то многие авторы которые толковали эту книгу обычно брали из нее не историю а учение или наставление в нравственности и и показывали как бог действует через слабое то есть как сила показывается в слабости следующий вопрос это вопрос об авторстве кто написал эту книгу неизвестно название книги книга иудеев это повторяю эта книга оба иудеев а не то что она она написала то что книга анонимно вполне естественно в древности многие книги писались анонимно почему потому что если подписать своим именем то читатель и самый главный переписчик этой книги мог бы задать вопрос ну это твое личное мнение и как я не буду это читать а вот поэтому вот такая анонимность или приписывание книги какой-то известному персонажу наоборот подчеркнул ее объективность а не субъективность значит теперь про время написания время ну и пожалуй место написания значит существует три версии первая версия эта книга была написана очевидцем событий то есть во времена новоходоносора соответственно в шестом веке естественно сразу же сомнения ну почему такое количество ошибок несовпадений несоответствий вот и если бы человек писал и писал и находясь в палестине то он бы точно бы указывал графические места время до людей события вторая вторая версия что книга была написана в диаспоре то есть в россии неудеев во втором веке во времена восстания маковеев то есть при середине как раз второго века до рождества христова почему мнение о диаспоре потому что человек который писал возможно просто не знал географию палестины и более далеких мест туда там на северо-восток и поэтому он мог ошибаться там неправильно определяя расстояние ну и третья версия что эта книга была написана после маковейских войн когда все было нормально и тоже в диаспоре ну и как бы какая почему так объясняют что более позднее время понятно что когда идет война не до книг поэтому книга могла быть написана когда война уже закончилась а война закончилась после 160-х годов дорожки ну естественно рождества христова на каком языке эта книга была написана вот возможно что она была написана либо на еврейском либо на рамейском языке но до нас дошел только греческий оригинал и поэтому как бы исследователи обсуждают было ли она написано на еврейском на рамейском или сразу на греческом важен ироним стридонский который переводил библию с еврейского и греческого языка на латинский говорю что он видел еврейский подлинник и более того он к нему обращался вот но этот подлинг до нас не дошел все что мы имеем греческий текст при этом есть несколько вариантов этого текста который немножечко между собой различаются латинский текст тоже имеет разные варианты и тоже между собой различается вот блаженный ироним когда переводил эту книгу он приводил с какого-то источника и перевод латинский несколько отличается от того текста который есть греческом но и соответственно в русском тексте наш русский перевод сделан с греческого то есть он сделан с перевода септуагинты перевод 19 века перевод достаточно качественный и каких-то особых разночтений с другими вариантами тексты особо нет что еще интересно про эту книгу можно рассказать в в миниях нового издания есть служба благоверный равноапостольный княгини ольги это 11 июля и вот в в этой службе есть премии и эти премии как раз взяты из книги иудив что самое интересное до революции там не было никаких премий и они появились вот в двадцатом веке можно сказать совсем совсем недавно вот такая книга мы ее будем дальше читать разбирать что в ней написано объяснять вот эти несоответствия того что написано и того что было но это будет уже следующий раз спасибо за внимание меня зовут дмитрий герч добыкин мы с вами были на и близком портале exeget до новых встреч